Я, друзья, рад вас в этот пятничный вечер приветствовать. И, конечно, сложно выступать после гвоздестоятелей, конечно, и чем-то удивлять. Но я вместе со своими растениями попробуем это сделать. На самом деле, когда мы говорим о растениях, мы должны помнить о том, что это наши соседи. Мы живем среди них, но очень часто ничего о них не знаем. Мы живем на месте бывших лесов, полей, лугов. Мы любим себя окружать растениями в своих квартирах. Ну, повторюсь, но очень-очень мало знаем. Но если мы к ним присмотримся, если мы о них узнаем, то мы поймем, что, ну, по крайней мере, я больших лжецов, чем растения, не встречал на земле. И попытаюсь показать, рассказать, как они обманывают. Ну, кроме того, они еще умеют плакать, есть. И если хватит времени, расскажу, как они двигаются. Ну, собственно, я уже сказал о том, что растения умеют обманывать, плакать, двигаться, болеть, рассказывать истории. Вот я занимаюсь растениями с 2004 года, и они мне за это время очень много всего нарассказывали. Давайте начнем с простого. Кто знает, что это за растение? Фиалка. Фиалка. Есть варианты? Это, слышу правильный ответ, узумбарская фиалка. Но если мы посмотрим, то относится этот вид к роду стриптокарпусов, и к настоящим фиалкам вообще не имеет никакого отношения. Надо сказать, что, о чем нам может рассказать этот вид? Ну, название синполия нам говорит о том, что был, скорее всего, какой-то такой человек-синполь, в честь которого назвали. Действительно, был такой комендант узумбара, немецкой колонии в Африке, в честь которого назвали это растение. И, соответственно, понимаем, что основной ареал этого вида захватывает Африку. Но давайте разбираться все-таки. Фиалки – это те растения, к которым мы привыкли. Это и анютины глазки, которые растут у нас на огородах, при домовых территориях. Это и фиалки, которые мы можем увидеть в поле, в лесу, в Карелии, насколько мне известно, порядка 10 видов растет. Ну и, конечно, если бы были только обыкновенные названия, да, фиалка, фиалка, узумбарская фиалка, была бы большая очень путаница. Говорю, что растения – большие обманщики. Вот для того, чтобы их немножко приструнить, биологи придумали давать им беноминальное название, состоящее из двух названий – это видовое и родовое. Додумался до этого, как его называют, принц-ботаник и Карл Винней. И, собственно, вот здесь немножко закрыто – политрихум коммуне, известный мох, политрихум обыкновенный. Если мы будем переводить дословно, то это будет многоволоснец обыкновенный или в просторечии кукушкин лен. И третье имя – это всегда фамилия ученого, который описал этот вид. Ну, в данном случае в политрихум коммуне в конце стоит хедв, сокращенное от хедвик. Ну, давайте еще загадки. Что это изображено на картинке? Акация. Все согласны? Хорошо. Хорошо. А давайте теперь обратимся к известной песне, известный романс. И мы видим о том, что в песне почему-то белая акация. Если это акация, мы видели, что у нее желтые цветочки. О чем речь-то вообще? Говорю, мальчики, пробу негде ставить. Действительно, то, что мы привыкли видеть часто в Петрозаводске, по Ленина, когда идем, подстриженные красивые кусты – это карагано-древовидная или желтая акация. Относится к роду карагано семейство Бобовы. А это что? Мимоза. Все согласны? Ну, какие варианты еще будут? Я вот знаю салат мимоз. Все согласны, что это мимоза? Ну, давайте поднимем руки. Кто согласен, что это мимоза? Так. Кто не согласен, что это мимоза? Ну, смотрите, это акация серебристая или акация подбеленная? Акация долобата. Опять какая-то акация, но не та. Давайте дальше. Если мы вобьем в поисковик, мы видим вот салат. Я недаром сказал об этом. Если мы посмотрим мимозу, да, что это такое, то нам выходит вообще какое-то странное растение. Мимоза стыдливая. Мы привыкли видеть в южных городах. Кто знает, почему стыдливая? Потому что, когда мы к ней прикасаемся или какой-то она стресс механически испытывает, листочки ее от стыда сворачиваются. Но все-таки, пока мы не докопались до правды, что такое белая акация? А вот на самом деле ответ. Это белая акация или рабиния? Рабиния-псевдоакация. Вот видите, как долго нам пришлось прям как детективам распутывать эту историю. В аннотации своей лекции я говорил о том, что растения могут плакать. Кто верит, что растения могут плакать? Я. Просто говорите. Сдал, сдал себя как стеклотару. Ну, смотрите, вот пример. У нас может наша злополучная фиалка узумбарская плакать. Вот у нас могут манжетки плакать. Как вы думаете, как они это делают? А чем отличается роса? Что такое роса? Хорошо. Ладно. Ну, давайте формулируем так. Роса – это то, что извне попадает на растения. Правильно? Да. А здесь у нас настоящий процесс. Вот здесь сейчас жарко. С меня тоже выделяется пот. Так и растения. Ну, или плачут. Собственно, этот процесс называется гутация. Когда внутренними силами растение выдавливает из себя излишки влаги. То есть они по-настоящему, ну, там, плачут или потеют кому как нравится. Плачут. А у нас еще и грибы тоже плачут. Вот примеры. Довольно частый дереворазрушающий гриб и в Карелии, и в Мурманской области. Амилоцистис северный. И даже вот такой страшный гриб, который называется гиднелум пека, он, видите, прям кровавыми слезами плачет. Видимо, его кто-то очень сильно обидел. Этим летом довольно много в социальных сетях было новостей о том, что в лесах появился какой-то страшный дьявольский гриб, который не только нельзя есть, но и трогать вообще нельзя, у вас появятся язвы. Конечно, это все неправда, растения здесь обманывают. Это, опять же, излишки влаги, которые накапливаются у гриба, и он таким образом их выделяет. Ну, если мы говорим о слезах, то, вот видите, есть Богородицыны слезки, тресунка, еще называют ирисы Богородицыны слезками. В общем, я хочу сказать о том, что когда вы слышите народные названия, будьте аккуратны. Особенно, когда вы собираетесь этими растениями полечиться. Потому что в рецепте могут быть написаны одни Богородицыны слезки с одним эффектом, а вы используете и получите, например, обратный. Пришло время поговорить вообще о больных растениях. Кто видел вот такое? А это что? Ну, подготовленная публика. Обычно их путают. Мы с вами имеем дело с тутовиком скошенным или чагой. И, безусловно, растение у нас болеет. И этот гриб нам показывает о том, что скоро это дерево умрет. И мы, увидев этот гриб, должны понимать, что если это дерево в городе, мы должны его спиливать очень срочно, иначе будет беда. А еще каким-то образом чага и карельский бальзам связаны. Если мы будем не только пить карельский бальзам, но и изучим этикетку, то увидим, что в состав входит как чага, так и трутовик. Поэтому после этого слайда ваша жизнь при употреблении карельского бальзама не будет другой. А вот тоже интересный слайд. Что изображено на картинке? Позитивно. Много вариантов. Кто считает, что здесь мох изображен? Емхи и решаньки. Подготовленная публика. А ну давайте, в центре белое это что? Ягель. А ягель это что? Олень и мох. Лешай. Так что олень и мох, хитрые какие. Хорошо. Белое это, конечно, лишайник. А красное это что? Кокки и подготовленные. Хорошо. Действительно. Ну и собственно мы сейчас поговорим с вами о лишайниках, потому что вот, наверное, если составить топ обманщиков, то лишайники займут одну из первых трех позиций. Лишайники. Если мы вспомним с вами школу, кузботаники, там 6 или 7 класс, то обычно говорят о том, что лишайники это симбиоз гриба и водоросли. Кто помнит со школы, что такое симбиоз? Взаимовыгодное сотрудничество. Отлично. Если мы разрежем любой лишайник, сделаем поперечный срез, увидим, что там гриб и водоросль перемежаются. Если мы посмотрим на эту картинку под микроскопом, то увидим, что клетки водорослей окутываются грибами. И мне кажется, что уже пора вносить в учебники исправление, потому что если описывать взаимоотношения гриба и водоросли, то надо рисовать вот такую картинку. Есть гриб, который запирает водоросль и может регулировать ее деятельность. Потому что что делает водоросль? Она с помощью фотосинтеза добывает органические вещества, сахара. При этом гриб дает для водоросли кров и добывает воду. И также он размножается. То есть если говорить о модели, как живет, что такое лишайник, то это такая патриархальная семья из домостроя. Есть патриарх, муж, который имеет некоторые рычаги влияния на свою жену, водоросль, и может ее заставлять работать быстрее или медленнее. На самом деле ботаника, такая наука, с одной стороны, очень старая, с другой стороны, каждый год здесь совершаются открытия. И в 2016 году большая группа ученых доказала о том, что считалось, что одна водоросль, один гриб формирует лишайник. Оказалось, что здесь некая шведская семья, потому что здесь помимо водорослей и гриба еще кто-то живет. На самом деле ученые об этом догадывались давно, потому что пытались искусственно создать лишайник, брали водоросль, брали гриб, смешивали, ничего не получалось. Провели молекулярное исследование, разложили наш лишайник на молекулы и увидели, что там есть еще какой-то дрожжевой гриб. Сообразили, что, скорее всего, он запускает эту систему. Собрали опять эксперимент, смешали эти три компонента, опять лишайник не получился. В 2019 году вышла статья, где они частично опровергают свои исследования, причем это все журнал «Сайенс», ведущий наш научный печатный орган в мире. То есть мы ждем новых известий, а пока живем в этой парадигме. Ну и я сегодня много говорю о полезных свойствах. В частности, в годы Великой Отечественной войны в Мурманской области находились два известных ученых, Курсанов и Дючков, и они разработали методику получения из лишайников сахара. И работала технология в 1944 году и получила довольно много этого сахара, который потом перегоняли в спирт. Ну, потому что это был дефицит. Вы меня спросите, почему сейчас никто не использует технологию? Такое круто было бы, да, арктический сахар. Но на самом деле это очень дорогая технология. Получать сахар из свеклы, из сахарной свеклы или из тростника намного дешевле. Ну и еще одну вещь я анонсировал. Растения, которые едят. Мы знаем, что растения, они фотосинтезируют, питаются автотрофно. А есть среди растений хищники. Вот один из них. Кто видел это растение? О, два человека. Это жирянка альпийская. В Карелии живет три вида. Альпийская с фиолетовыми цветочками. Обыкновенная и маленькая, довольно редкая в Красной книге. И что же она делает? У нее на вот этих листочках есть маленькие железки, которые выделяют слизь. Туда садится муха или комар. И дальше обволакивается этой слизью. И жирянка начинает свой обед. Ну, еще один вид. Это россянка. Я думаю, что уже, если я сейчас прошу, кто видел россянку? Ну, поднимите руки-то. Ну, не все, видите? Меньше где-то треть присутствующих. У жирянки примерно те же механизмы. И вы удивитесь, наверное, но жители Великобритании делают из россянки известный ликер Занетал. Они перед этим очищают эту бедную россянку от этих волосков. Представляю, какая это работа. Ну, и в завершении своего выступления я показываю вот эту картинку. Что здесь изображено? Цветущий. Цветущий папоротник, да? То есть я его сфотографировал, ночью она купала. И счастья мне будет. Это опять растения обманывают. Это два у нас растения. Выросли. Одно проросло сквозь другое. Папоротник и герань лесная. И получили вот такую фотозагадку. Ну, и завершая свое выступление, мне бы хотелось закончить этим призывом о том, что давайте о наших соседях знать больше. Спасибо. Действительно, после вашего выступления наша жизнь не будет точно прежней. Крутой век. Это вообще классно прям. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok